Добрый день, уважаемые телезрители! В эфире дневной выпуск новостей в студии Сергей Уланов. Руководители западноказахстанских средств массовой информации приняли хартию о выборах. Согласно подписанному соглашению, представители СМИ обязуются беспристрастно и объективно освещать избирательную кампанию депутатов Можилис и Маслихаты Республики Казахстан. В документе указано, что журналисты будут соблюдать законодательство и проводить четкое различие между агитационными публикациями и информационными сообщениями. Хартию подписали главы печатных изданий телеканалов и информационных агентств. Мы всегда придерживаемся середины и, естественно, в ходе предстоящей предвыборной кампании будем соблюдать все нормы законодательства, законодательства, конституции, выборного законодательства, чтобы избежать вот этих негативных факторов. Погодная аномалия продолжается. После рекордных снегопадов регион оказался во власти оттепели. Улицы и тротуары превратились в непроходимое болото. Коммунальщики по-прежнему работают в круглосуточном режиме, но если погода в ближайшее время не изменится, то вода грозит подтопить жилые дома. Такое начало февраля больше напоминает апрель. Снег, который шел весь январь, начал интенсивно таять. Если улицы, где есть орычная система, еще выглядят более-менее, то периферийные трассы опасны для передвижения автомобилей. И хотя коммунальщики обещали, что Уральск не превратится в Венецию, то сейчас мы видим, что сзади меня огромные лужи. Машины с трудом проезжают вот этот небольшой участок. Вот сейчас даже одна машина заглохла. Работают все коммунальные службы, но ситуацию усугубляет сильный дождь. В городском дорожно-экспортационном предприятии об отдыхе забыли с начала зимы. Сбои дает не только техника, но и люди. Они попросту устали. Мы откачиваем воду, где именно подтапливаем места. Это улица Утимисова, потом лесозащитная, где мастер-комбинат. И здесь по городу тоже откачиваем, по улицам. В данный момент у нас задействованы мотопромпы, андежанцы и вакуумки. Это самый центр города, улица Курмангазы. Снегочистительная техника убирает тротуар. Люди передвигаются по ледяному месиву. Каток в ледяной превратился. Люди падают. Нужно принимать меры, чтобы этого больше не было. По тротуару как сейчас пройти? По тротуару сложно пройти, особенно пенсионерам. Мы ходим маленькими шажками. Под ногами грязь, месиво, как всегда. Ничего не изменилось. 21 век на дворе. Космос летаем, зато в грязи плаваем. У коммунальщиков есть тоже чем ответить. Да, скользко, но не везде по их вине. Люди падают. Все жалуются на ДЭП. Надо же тоже КСК, надо тоже обследовать. Каждый из дома, кто выходит, везде налет. Люди падают, и все жалуются на ДЭП. Почему же ДЭП? Там тоже КСК служит участки. Не выдерживают напора снега и воды крыши жилых многоэтажных домов. Пока КСК бездействует, люди вынуждены подставлять под струи, тазики и кастрюли. Каждую осень, каждую весну у нас вот такие вот потеки. Это еще не все. Здесь вообще прям ручьи текут. КСК? КСК обещает, что придут. Похолодание в регионе ожидается в ночь. Субботы на воскресенье. Роман Копняев, Айбулат ЖГПР, Александр Грабарев, ТДК-42. За невыплату алиментов должников будут привлекать к уголовной ответственности. Об этом неплатильщикам напоминают специалисты по взысканию алиментов. Такое право судебным исполнителям было дано еще в прошлом году. Однако, как отмечают в департаменте юстиции, на сегодняшний день в Уральске такое наказание еще никто не получал. А вот в Зеленовском районе двоих алиментщиков приговорили к 12 месяцам ограничения свободы. Есть и другие меры борьбы с должниками, которые применяют судебные исполнители. За невыплату алиментов они ограничивают выезд и забирают водительские права. За истекший период 2015 года 137 должников привлечено к административной ответственности. Им был назначен штраф от 10 МРП до 500 суток ареста. Стоит отметить, что наказывают не только самих неплатильщиков, но и бухгалтеров организаций, где работают должники, за то, что они не своевременно удерживали алиментные платежи и перечисляли взыскателям. В 2016 году произошли изменения с 1 января в нашем законодательстве. Значит, теперь алиментные платежи с 1 января мы не будем принимать. Они относятся к компетенции к частному судебному исполнителю. Теперь частный судебный исполнитель будет принимать документы и работать. Мы же государственным судебным исполнителем будем работать теми документами, которые у нас имеются, а их более 5000 сейчас в наличии, до логического завершения. То есть до 18 лет, пока мы их не прекратим, они будут у нас находиться. Дружба народов станет еще крепче. В Уральске торжественно открыли Дом дружбы. Теперь под его сводами найдут приют десятки западноказахстанских этнокультурных центров. Великолепное здание также называют Домом ассамблей народа Казахстана. На церемонии открытия был дан старт общенациональной акции «Караван милосердия». Наши корреспонденты передают с места события. Открытие Дома дружбы было организовано с размахом. Танцы национальной флаги, голуби взмывающие вверх и яркие шары. Акимобласти Нурлан Ногаев отметил, что 2016 год пройдет под знаком 25-летия независимости страны. Здесь же был дан старт благотворительной акции «Караван милосердия». На сегодняшний день западноказахстанцы, как дети одной семьи, живут в мире и согласии. Это все благодаря проводимой политике нашего лидера нации, Нурсултана Абишевича Назарбаева. Единая гражданская нация в Казахстане состоялась. По социологическим исследованиям последним, 95% казахстанцев считает себя единым народом нашей страны. Здание возводили в течение года. Причем каждый из этнокультурных объединений занимался отделкой своих помещений. В здании имеются концертные конференц-залы, классы по изучению языков, костюмерная, гримерная, студии и звукозаписи. Обошлось здание бюджету в сумму 790 миллионов тенге. В каждом этнокультурном объединении проходили мероприятия, которые знакомили с культурой этого этноса, с языком, с его традициями и обычаями. Такой дом Ассамблеи народа Казахстана, я считаю, что это еще одна такая достопримечательность для нашего города. Вот здесь, в Доме Дружбы, созданы все условия для десятков этнокультурных объединений, которые населяют нашу область. В этом шикарном балетном зале можно отлично порепетировать танцы народов мира. Давайте спросим, что же репетируют девушки? Мы изучаем движение казахского танца. Здесь очень уютно, хорошее пространство. Также мы изучаем другие танцы, такие как русский, украинский, казахский, татарский и другие. Сейчас в области насчитывается 49 этнокультурных объединений. При Урале в мире и Дружбе живут представители более 90 этносов. После торжественной церемонии открытия наградили строителей Дома Дружбы и представителей этнокультурных объединений. Роман Копняев, Айбулат Жигепар, Александр Грабарев, ТДК-42. В читальном зале библиотеки имени Жубана Моллогалиева состоялась презентация развернутой книжной выставки, посвященной становлению независимости Казахстана. В перечень презентуемых вошли книги сферы экономики, философии, педагогики, литературы и истории республики. Одна из новейших – книга Мангелик Ель «Вечный народ», выпущенная на трёх языках. Автором её является сам президент Нурсултан Назарбаев. В течение года выставка будет открыта для всех горожан. Многих книг в продаже нет. Все материалы, представленные здесь, изданы по госзаказам и проектам Мадиньи Мура, в которых, к примеру, есть сведения об источниках казахской литературы, найденной в Китае. Также очень много другой интересной информации об истории и становлении республики. Сборная Казахстана в одной-второй финала Чемпионата мира по бенде сыграет с Россией. Это стало известно после того, как россияне в четвертьфинале разгромили американцев 12-2. Казахстан на этой же стадии обыграл сборную Норвегии со счётом 11-3. На счету казахстанской сборной шесть бронзовых комплектов мировых первенств. Причём четыре из них были завоёваны на четырёх последних чемпионатах мира. В команде играет несколько уральских воспитанников. Это были все новости к этому часу. Спасибо за внимание. До встречи в следующих выпусках. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова